Немецкий студент разработал экологичное уличное освещение. Первый междугородний перелет на аэромобиле. В Словакии протестировали машину местного производства. Робопс и Бостон Дайнэмикс представили новый танец под песню BTS. Первый выход в космос китайской орбитальной станции. Об этом и не только в ближайшие минуты. В Германии разработали уличный фонарь с ветряным двигателем. Четыре металлические лопасти ротора приводятся в движение ветром и генерируют энергию для освещения. Такой фонарь можно прикрепить к зданию или столбу. При нормальных ветровых условиях генератор вырабатывал в среднем до 12 вольт электричества. Как передает издание Dizin, этого количества энергии достаточно для зарядки встроенного аккумулятора и обеспечения яркого света. Устройство работает самостоятельно, без сложных подземных коммуникаций и линий электропередач. При этом фонарь оснащен датчиком движения и загорается только тогда, когда пешеход проходит мимо. Автор проекта немецкий студент Тобиа Струбенбахер уверен, что его изобретение поможет снизить потребление энергии, которая используется для городского освещения, а также связанные с этим углеродные выбросы. Новые фонари успешно протестировали в Берлине. Первый междугородний перелет на аэромобиле состоялся в конце июня в Словакии. Автор проекта, местный изобретатель и глава компании-разработчика Стефан Кляйн преодолел путь из города Нитро в Братиславу. Полет продолжался всего 35 минут. Аэромобиль Кляйна – это трансформер, который выпускает крылья при взлете и складывает их на земле, чтобы транспортное средство могло спокойно передвигаться по обычным автодорогам. Инженеры работают над несколькими моделями аэромобиля, рассчитанными на 2, 3 и 4 пассажира. Разработчики уверены, что первый успешный междугородний полет приблизит их к выпуску продукта на рынок. Китайцы впервые совершили выход в открытый космос со своей новой орбитальной станции. Первый экипаж направился к модулю Тяньхэ в середине июня, чтобы подготовить станцию к полному вводу в эксплуатацию. На это у космонавтов уйдет несколько месяцев. Помимо работ внутри модуля, запланировано и несколько выходов в открытый космос. Первый из них продлится около 7 часов. Космонавты протестировали технику и установили наружные видеокамеры. Это был первый выход китайцев в открытый космос за последние 13 лет. Напомним, КНР не присутствует на МКС. Зато в этом году начала строительство собственной орбитальной станции. Ожидается, что она прослужит как минимум 10 лет. Робопсы Boston Dynamics представили свой новый танец. Крупнейший мировой производитель робототехники таким образом отметил сделку с Hyundai Motor Group. Напомним, корейский автогигант приобрел большую часть акций компании и запланировал ряд проектов в области робототехники. В Boston Dynamics сложилась традиция ставить творческие номера с участием своих роботов по случаю важных событий. Новый танец робопсы Spot исполнили под популярную песню корейской группы BTS. Новый танец робототехники. iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. Всего доброго!